Всем добрый вечер! Я ненавижу, когда человек играющий, человек-музыкант предается всяким развратам, пьянству, но когда можно поиграть, а потом уже это сделать. Поэтому гигантское спасибо всем, что пришли, что выразили мне по своим приходам доверие, доверие к моим словам. Кстати, все, что я говорю здесь, уже можно сказать, когда тебе исполняется только 50, ты начинаешь понимать, что такое опыт. На самом деле это не очень страшно, когда тебе уже пойдет завтра, сегодня 6-10, но есть одна прекраснейшая вещь – опыт. И он позволяет не делать каких-то ошибок. Конечно, вообще не совершать ошибки – это очень плохо. Их надо делать каждый день, исправлять, учиться, помогать другим не делать твои ошибки. Сегодня будет самый обыкновенный мастер-класс, не мой наш, потому что это будет разделено действовать на три части. Первое – я поиграю сам, покажу, что у меня получается, не получается, как заниматься. Потому что, на мой взгляд, сегодняшние барабанщики, большинство, очень много сейчас звезд, молодых уже появилось, но все же общая масса музыкантов не знает, что такое база, не знает, что такое играть там квартоли, вот эта беготня за фишками и питание фишками – это к добру не приводит. Потому что недавно, маршал мне вчера рассказывал, встречаюсь с Шапуновским, он рассказывал, каким-то джазменом, я не знаю, именно ребят пошли на халтуру, на хорошую, играют в джаз. Вдруг подходит человек, кладет пресс денег, говорит, там, где клюнь шумит. Все, на этом закончилось. Люди даже не знали, я не говорю, что обязательно надо уметь песни для советских лет, но барабанщик, к чему я это расскажу, барабанщик должен знать практически все о стиле. Все отыграть невозможно, конечно. Поэтому вот пятый год у нас здесь устраиваются вот такие вот посиделки, которые называются «Манды драме». Я усиленно пытаюсь приглашать сюда людей, которые преподают, потому что если ты преподаешь, значит, есть продукт. Значит, надо показать, рассказать, чем ты занимаешься. Я попозже представлю Анатолия Петровича Макурова, гениального совершенно педагога, человека, и который на меня повлиял некоторое время назад. Ладно, будем общаться в онлайне, я начну играть, будут появляться вопросы, задавайте, ссылки, я отвечаю на любые вопросы, бытовые или журналистые, рецепт плова, подкачка шин, давление, обожаю просто авиацию гражданскую. Сегодня, наконец, на Суперджет 100 на сухом прилетел. Обалденный самолет, зря там гонят что-то. Ну, а вот такие вопросы тоже. Хотелось бы заострить внимание на таком понятии, как память. Ребята, не забывайте, первое, не забывайте звонить своим близким, родным, друзьям. Не забывайте, потому что неожиданно случается так, ты звонишь человеку, у меня был Володя Мазаев, мой близкий друг, звукорежиссер в джаз-стану. И меня долго не было, я тут позвоню, а он у меня там еще нет. Ну, это естественно, потому что жизнь, она идет, и это не страшно, это должно так быть. Но, но, надо друг друга поддерживать. И, к примеру, 4 ноября исполнится 3 года, как ушел Ришад, Ришад Шафиев, Рудик. Это наш Рудик, который я в детстве молился, просто у меня были его плакаты, и когда утренней почте показали, это шелохоз с диким количеством барабанов, ксилофонов подвешенных, и его белоснежная улыбка, это было что-то. Но, вот нет человека, и я уже начинаю спрашивать, а знаете, вот Рудика, а вот Рудика это придумал, это, на самом деле человек очень много, что делал. И вот в ноябре мы проведемся уже, здесь фестиваль, посвященный этому великому барабанщику. И я хотел бы всех, не то, что просить, это бесполезно, но как бы об этом иногда напоминать, что память это самое главное, что у нас есть, потому что иначе превратимся в Иванов, напомняющих своего родства. Поэтому у нас очень много звезд, мы сами все между собой звезды. И не надо себя где-то принижать. Давайте любить друг друга, звонить друг другу, вспоминать, если кто-то ушел, вспоминать. И вот... Нет, 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 промахнулся, промахнулся просто. Это отбирал вот так. Дело в том, что все свои последние мастер-классы, я начинаю с композиции, которая называется «Крылья». Я ее написал специально для родика, ведь в память об этом человеке. И сегодня мы даже... Вот Ирина Козлова сделает такую некую компиляцию, нельзя это назвать клипом, но там немножко будет о родике. Итак, мы начинаем, и я позволю себе отказаться. Если будут вопросы, этого человека в белой майке зовут Андрей, например, Дмитрий Николай, у него будет микрофон. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Если кому-то захочется поиграть этот минус, у меня есть видео. Пожалуйста, в свое портфорео. Здесь есть тоже тема. композиция сама по себе эмоциональная, что мешает нам, барабанщика как правило, вот эти спрыски, кровь, адреналина мы начинаем играть бреки, где нужно, где не нужно громкость поднимать, где не нужно особенно когда вокалист начинает петь, начинаем перебивать поэтому на первый взгляд такая простая вроде композиция но она требует некого сосредоточения есть, опять же, минус, минус из барабанов с видео кому-то, для каких-то целей, для абсолютно не сотрудничества, пожалуйста, берите потому что орудики, да, орудики, он был очень много он был очень-очень крутой барабанщик он был наш барабанщик потому что мы и они, это следит у нас в голове уже на генетичном уровне почему-то там все ночи живут, здесь живут это не должно быть, это неправильно будем немножко уважать руку у нас отступило место, да, в прадед мы уже, уже там нет ладно, дальше это все, да, мой прадед, мой прадед был такой крупный священник у меня иногда эти крови просыпаются у них все вот там, поэтому, я думаю, это часть меня опять мимо, мимо, у меня невозможно попасть давайте быстрее так, один чувак из индушеки говорит, я своей жене говорю в баре на кого-нибудь, алла, я в баре так, дальше сейчас очень модный, очень модный стиль такой госполчопс называется то есть это скоростное воспроизведение каких-то нереальных фигур, делений пятерок, семерок и вот то, что показывал Аарон Спирс я в свое время думал, что он играет просто под минус Ашера и как варит, вот июньский концерт, потому что это не так на концерте в Лондоне он играет еще больше но, настолько мастерский поэтому будьте, вот ребята, особенно, которые начинают заниматься этим все будьте очень осторожны оставайтесь все же музыкантами, а не спортсменами потому что Ашер, Аарон Спирс это такая спайка очень хорошая очень много сейчас всяких баталий, барабанных я посмотрю ну и наши, и заграничные аналоги, где черная игра много очень спорта очень много я думаю, это уже и барабаны, а потом и баскетбол и все такое я сыграю композицию, которая это даже не композиция это трек, который Кирп Франкен известный черный рэпер очень крутой и как-то на мастер-классе Люба Смирнов любит тебя Люба Смирнов и говорит гони пожалуйста и стал под нее вот гонять вот эти всякие штуки ну, это такая юморезка юморезка как-то это такая юморезка это такая юморезка это такая юморезка и это такая юморезка 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 Продолжение следует... Спасибо. На самом деле это шутка. Здесь отношение к музыке, но без всякой критики, отношение к музыке, но мэйби. На самом деле здесь, вот я отрабатывал мелкие движения ногой, я буду рассказывать вообще в принципе сегодня, что из чего состоит. То есть мы берем наш сегодняшний мастер-класс «Ингредиенты». Ингредиенты. Потому что интересно мне всегда общаться с человеком, который может тоже свою плейлист заглаживать, то есть свою партитуль. Сразу видно, что человек грамотный. Вот в данном случае очень много использовалось семерки и девятки, девятки и семерки тоже об этом поговорили. То есть, а почему американцы, когда зашли про студию, они, по словам, в 2002-м, которые играли в Крымс, и не все играли в синтопе одинаково. Я вам скажу, смотри, почему не настолько большая разница, насколько большая разница, восприятие и семерки. Вчастие и семерки мы взяли в тот момент, когда девятки и семерки. Окей, чуть-чуть. Дальше. У вас мало времени. Я всегда говорю, ребята, у меня ребята приходят заниматься, если я знаю, новый человек приходит заниматься, но как заставить, как заставить, вот, к примеру, я делюсь опытом, тем, кто начинает там препарат. Как заставить человека двоих кистями, ни пальцами, ни вот этими дурацкими, какая-то человек, Мюллер, и начинает развивать препарат. Это Мюллер. А как кто его произносит? Скажет мне то, что Мюллер в нашей стране. И сыграет с той техникой, которую у вас Джим Чаппин или Джоджи Майер, который человек, реально, на самом деле, это Мюллер. Просто играть Мюллер и делать естественный замах, лыс, то есть, как летает птица. То есть барабанная, чем естественнее вы на них играете, чем меньше всякой ахимии слушаете всяких названий, пародируя рудиментов, это все отглукает, это все отвлекает. Научитесь играть одиночки, одиночные удары кистьями, кистьями, и чтобы при этом кисть, кисть имела отсток. Чтобы у вас звук приходил от стенок. Потому что, играя двойки пальцем, может звучать неплохо, вроде бы, когда я прошу. А давай теперь от двойки пальцем выставляем с бочкой. Потому что бочки нереально плотны. И вот здесь, чтобы была правильная и ровная динамика, вам придется играть все бреты, все хорошее. Ну, если я был послушки, Дон Брюо, посмотрите, Ян Пейс очень хорошая. Много, для меня очень много, как Бонни, Дон Брюо из Дон Канк. Фантастическая ссора, как человек играет без темы, какая техника. Это вот этим, мне кажется, на сегодняшний день. Крестовый мой аксерс, который сейчас работает в Крестовом, он говорит, только я предлагаю взорвать его покрупнее, чтобы меня от вас не стало. Все. Я достаточно крупный, вовремя покрупнее. И чувак рассказывал, что сейчас просто на Западе и в Америке, это прям много такого, постигали, да, честно. Почему? Не честно, очень много людей, вот господи, да, они лишники, как бы они туда, вот просто должны быть все честно. Он такой, ну, честно. Теперь, у вас мало времени приведет к занятию, да? Что делать? Здесь, в одном из программационной установки, я принимаю, например, приятные люди и обратно. Периодически, ты сейчас поручил очень композицию в России. Мне надо только попурочить, мне надо спрашивать какие-то композиции визоры, это, почему еще, опять же, позаниматься техникой, занимайтесь на новом барабане, ребята, занимайтесь. Потому что ничего более красивого, чем все на новом барабане, вот вчера я испытал хайп, вот, Белли Смаршера, и два дня назад, вот, я с ним как-то поведет, и я говорю, у нас вообще культура игры на новом барабане рассчитает. Все начинают играть какие-то кишки, какие-то смешины, это да, но чем меньше возвращаться, то сколько, например, если вы посмотрите барабанчик от 50-х, 60-х годов, и посмотрите, какая там была техника, и попробуйте сыграть, какие-то элементы просто на публике. Вчера у публика, вот эта площадь огромная была, чудные, а просто сумма, как ты мне сошла, я играю, какие-то совершенно простые, главное не задуматься адреналином, да, и просто играть уже в программную, вот просто программную, так, я поиграю в такую оригинальную, я вам охлаждать себя, не надо, не зажимай от руки, не надо дружить нас, как будто режиссерам, как сегодня Андрей Антонов-Влажный, вот это все, вот, один из мега лучших вообще. Обязательно барабанчику нужно дружить, дружить со звук и ревцом, интересоваться, так. Ну, давайте перейдем к композиции, я ее тут назвал, два раза, ну, ничего не подобрал, просто не подарил, ну, ну, я там потом помолю. А я вот на мессер-классе беру и мечтаю. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры подогнал «Симон» Спасибо за просмотр! 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 определенная музыка со всех сторон у нас евразийское государство и те же кубинцы, с которыми я сейчас достаточно плотно общаюсь они просто садятся, и Артур Газаров проводит в наших классах он просто кладет руку, он не занимается кладет руку, но начинает уже гручать он делает какие-то манипуляции двумя руками поэтому, да, технологию латины слабые семьи, но делает какое-то одухотворённое лицо играет какие-то меренги, санглеры это бред но можно поиграть что-то креативное и это будет похоже я сейчас поиграю в небыльственном танке и это будет очень красиво так ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот сейчас я поиграю в таком более экстремальном темпе 162. И поиграю, вот, к примеру, если взять здесь такое понятие мелодической гармонической координации. И когда, вот вы и делаете, у вас конечность не пересекает, то есть вы создаёте интервалы на среду гармонии. Это, прям, бо всех педагогов, это горячо, бо. Реально, ребята, смотрите, тоже там есть какие-то спорные моменты. И, вот, у него очень классно, он это называет линией, игра в линии. Мелодическая координация. Вот, к примеру, пятёрка. Раз-два-раз-два. Раз-два-раз-два-три. Вторая пятёрка точно такая же, она просто начинается с малого барабана. Для того, чтобы их уложить в 16, надо просто исполнить его ролики, да, на математских колоках. То есть 5-5-3-3-3-4-5-3-4. Потом можно убаивать, ни-две, ни-две. И послушайте, как это будет сейчас звучать. Дальше. Вот та же четвёрка, та же четвёрка, мы называем её, ребятами, 4А. Это потому что, ну, такая первая, мировая рука, бочка, бочка, бочка. Пол горячейки в линии. Чётные размеры являются. Двойной бочкой начинает четвёрка, нечётные – с одной. И поэтому вам получается вот, например, четвёрка, четыре тройки. Понимаете, какой красивый рисунок. Но тройки разные. Тройки будут две пары. Первая тройка – раз, два, три. Тройка – б. А вторая – раз, два, три. Раз, два, три, раз, два. В принципе, если я так чётная тройка, то очень, очень удивительно. Дальше. Ну, пятёрки, дальше. Недавно мы с ребятами играли, где ребята, да, там, древность, раз, два, три. Просто взяли два такта, два такта. Четыре четверти. Пошло, 39-16. И просто по своей мелодике сделали такое смещение. Четырнадцать, шестнадцать. И сейчас я уже скоро закончу, а вот это мы смотрим. Четырнадцать, восемнадцать. Пошло, сколько и звучит. Получился ли всё? Пошло, сколько и звучит. Радио «Хэд» в 12-м году. У меня есть, возможно, я могу поделиться. Радио «Хэд» в 12-м году. Июньская игра. Совершенно фантастическая игра. Совершенно, на первый взгляд, такая наркоманская. На самом деле всё очень, очень с английской такой тщательностью продумано. Потому что, собственно, отращенная команда, это для лотов и в пользу бедных пишут. На самом деле, продюсеры также доставляют заниматься людей, также выпускают что-то новое, потому что, ну, миллионы долларов, и это нужно отрабатывать, это нужно предупреждать, и плюс оставаться ещё музыкантом, самому музыканту. И вот, попробуем послушать, это замечательное посмещение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот эта сплошная математика пропущена через, в данном случае, через мою ирано-таджикскую, сибирскую душу, через мою призму. Я очень трезво оцениваю, я вообще реалист по жизни. Я никогда не буду играть в латину, как Эль Вегро, как Антонио Санчес. Никогда, потому что в армии нет той крови. И кто бы что ни говорил, что мы не так учиться, нельзя. Нельзя научиться делать латину, как же тут таджикскую музыку. Я часто рассказываю, что ушёл только по кишлаку, играл там халтуры, как бы, страшную, измуряющую. Идёт девочка играть следующий размер, 7-8. Ещё с оттяжкой и ровно на две четверки поёт. И поровняющаяся со мной подняла глаз по своему. Салам алейкум. И при этом ритм оставался с 7-х. Я вот так встал и понял, ребята, я думаю, вот это никогда не собираю. Никогда не собираю. Хотя координация, координация, изучение стилей нужно для нас. Но ищите своё. Не снимайте вот тупо. Понравилась фишка, взяли с нами фишку. И дальше что? Завтра будет другая мода. И что-то будет такое. Лоскутный человечек просто. Но есть люди, которые говорят, Игорь, я люблю играть в группе. Но если ты не любишь играть в группе, значит, ты не барабанщик. Но просто групп играют. Но просто играть в группе. Этого недостаточно. Всё равно сейчас 21-й век. Сейчас нужно уметь... Андрюша, кстати, авторок, очень классно... Не зря, они только на мостер-классе. Очень классно вот играть фишку. Это просто метро-ритм. Вы играете восьмими сначала, потом восьмими триолями. Но делитесь по две. По две. Не по четыре. Не по три, вернее. По две. Поэтому, мне кажется, и я, вернее, с завтрашнего дня буду говорить, я уверен, что надо заниматься своим лицом, своим стилем. Потому что мы евразийцы, евразийцы, наверное, русские, катаны, евреи, кто угодно, мы евразийцы, мы живём на нашей земле, в нашей стране, в этом государстве. Мы живём, мы живём здесь. И внутри нас заложена уже определённая биоэлитмика. Кто бы и кто бы не говорил. Поэтому, хотите играть хорошо, играйте своё. Своё. И это прогресс. Потому что этому... Здесь вот, вот, та же взят Зенфира, да? Это совсем, может быть, не лепый. Но, просто человек, когда она там сформировалась, там, за счёт Грияна, там, по-моему, с Жанной Агузаровой, с другой стороны, там, Вика Цель. Но, она сформировалась. Это вот чистый, не бразильский продукт. И она тоже хорошая. Там, может, нравится или не нравится, но человек на себе заявил. И когда мы были в Лондоне, я его такие очень любил. Вот, от Шепард Бюшин-Клэмера, Борисовский, мы собрали, считали, вот эти заявки уже такие, другие. Поэтому, занимайтесь больше, больше собой. И вот сейчас я сыграю тоже несколько... Сейчас посмотрим, сколько у нас. Время нормально ещё. Я сыграю сейчас... Возьмём одну фактуру, которая называется 5-7, 5-7, 8. 5-7, 5-7, 8. Это 8-4. То есть, 2-3-2-3. И попробуйте, вот на такие сложные фактуры, я объясню ничего, поиграть сначала. Сначала ровный метр, ровный грудь. Сначала медленно, можно вообще в дубле поиграть. Потом дубль вперёд. Дубль вперёд. Потом начать аккомпанировать, то есть, играть в унисон с этими размерами. На самом деле, это всего лишь смещённые доли какие-то. Так, нет ничего взаимного. И потом попробуйте солью, пропивая эту мелодию. Послушаем. Это, на самом деле, всё очень просто. КОНЕЦ 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 Поехали поимпровизировать дублю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 наиграть смещение Я буду играть по красному, не изменять цвет, не имеешь права. Просто должен играть, но вот здесь заключается мастерство ваше, ваше аппетитность, ваше золотое числое. Как вы насидели, вы насидели эти рисунки. Потому что любой рисунок, опять же, любое смешание нужно играть только через фил. В никаком случае нельзя наигрывать просто один. Вы играете четыре четверти, потом вставляете, вставляете в это рисунок. Не получил. Смотрим следующий. К сожалению, мало времени и для такого детального рассмотрения, я говорю, не буду делать это уроки. Прямо называемый квартой. И я уверяю, что о квартой, может быть, внутри не перестала. О квартой, в котором играется, просто фантастика. Так вот, то же самое у нас происходит с координацией. Координацией занимаются, то есть одна с координацией. То есть, ну, к примеру, у меня, я часто использую, мне говорят, Жанат, ну ты иначе всего один и тот же элемент. Я могу сказать, что я играю по тому одни элементы, потому что у меня не получается так, как я бы хотел. К примеру, вот попробуйте себе в левой ноге байон, в левой ноге байон, правая рука, у вас идет 2,16,8, это работа с рулем. А левая рука рассолистка. Сейчас, какие упражнения, небольшие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И так далее. Вот удержать этот метод. Возможно, это вы примените только соло, но согласитесь, это эффектно звучит, когда вот даже вот в таком небыстром темпе усилия. Это очень красивый вариант. Я это не то, что понадобилось, но меня очень сильно повлияло на нема. Я очень сожалею, что он, наверное, в Сен-Диене, это, в Сен-Диене, когда-то раздеваюсь, но я посмотрел даже его видео, человек идет совершенно по-другому в Америке. Хуже. Для меня хуже. Если видео будет, например, в театре, и он там, когда юридствует, что-то, в том числе и так далее. Это никакие сравнения не идут с теми первыми дисками, когда вот это появилось, и это была фантазия. Он был немцем, он был вот расчетным таким, пептонцем, и со своими вот этими размерами, со своими просто дикими проектами. Поэтому он всегда думает, что тебя собирает колбаса, и у нас это тоже там опять-таки за то время отработает, поэтому нужно пойти купить. Зачем я тут в Америке и в Америке? Просто занимайтесь. Здесь есть возможность еще и заниматься. Например, те же «Грезды» в Нью-Йорке, в Америке, в Америке, просто на хорошем, на хорошем месте, они не зарабатывают. Они являют для себя, которые являют от Миндоза, в Америке, в Америке, в Америке, где-то, где-то, где-то там по 32 и по 33 доллара, они были, когда еще были армянские пилы, там еще были два, а говорят, фантастически, это один из лучших был за Моррикой, и вдруг, я в Америке говорю, «Чувак, а поп-сенги ты никогда, я так живешь». А вот Дени Хенгер барабан на раз, он, да, все годовые, он стоит на раз в ломбард, и он говорит, «Найдешь какой-нибудь дурак?» Я запишу ему, это его крайне слова. Он говорит, «Я не считаю, что я люблю это делать». Миндоза, ну да, он в «Вайтснэйк» проиграл, и куча там проектов. Но все равно, у нас здесь беденство, просто нет семинара, потому что не следует, русский, русский, так, лежать на ключи, и сделать, кстати, какая-то шутка, то есть, от дырения, там, когда от подтянуто и квартиры, и умение играть, и там, это, быть лучшим, вообще самое страшное, быть лучшим, быть лучшим, всегда появится мальчик, скорее всего, черного лежа, и отцвета, и потом можно разломать палочки, и пресса. Так вот, о координации, или раскоординации, обязательно нужно заниматься для человека, для того, чтобы не было, не было, допряга даже в момент воспроизведения каких-то простых фигур, как, там, четверки, восьмые, когда вы спокойно играли групп, определенную, а потом добавили, ну, есть хорошее упражнение, мы с ребятами играем, берете парадигул, парадигул, и потом просто вычленяйте два-второй четырёх и старайтесь, не называемая так, но для себя называемый прицеп, прицеп. Прицеп. А то, что играет парадигул, у вас на самом деле играет секретарь, кто не будет, кто не будет, кто не будет, кто не будет. Попробуйте вот таким упражнением подниматься, и это тоже раскоординация, и вы остаетесь в метре, вы остаетесь в правильном метре, который, ну, очень сложно убежать. Как бы в левой руке пришла поддержка, все это так и породить, и остается или вперёд, или назад, или сюда. И этим нужно заниматься, чтобы быть точным. Почему нужно вообще много заниматься вот такими штуками, акцентами, смещением, чтобы услышим даже партию гитары, она вас не сподвигла начать играть вперёд, или назад. Вы должны быть очень спокойны, очень спокойны. к любым, к любым, к любым, к любым, сегодня у нас ребята проиграют, у нас тема под названием акцента. Интереснейшая тема, её можно так же назвать, как остаться методом. Сейчас я покажу, как нужно заниматься, я постоянно рассказываю эту историю, на концепте, тому же, моего любимого мастер-класса. Кто был в этом картропе АТМ приезжал? Да, фантастический мастер-класс просто. Хотя в интернете потом молодые люди начали писать, что кучего мастер-класса я в своей жизни не видел. А жить там порядка четырех лет сегодня. Куча нет. Я был поражён, что минимум не смогли поставить вот это его железо, не смогли ему барабанить. Что было, он на том и сыграл. Но это было не реально. Когда он на барабанах озвучивал диалог мужчины с женщинами сидящим в пакетах за чашу с пакетами, это безумно интересное. Безумно какие-то креативные вещи, я не хочу свернуться и всё. Так вот. И Олежка помнил, он у нас американец, второй товарищ, друг, он сказал, он говорит, да чё, в чём поправить, что будет сложно он играть? В одной руке пять, в другой семь. Вот так, под стегну у нас. Я думаю, ага, что делать? И пришёл домой, думаю, буду мстить, что-то очень сложно. И придумал, дай-ка я поеду в это, в правой руке девять, вот такую, чтобы раз-два, 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 а в левой руке семь. что-то поиграл, но, думаю, где применять, в ладо, в девятке, надо сделать мелодию. Ну и вот раскидали, хотя бы очень важная вещь, одно и то же упражнение, вот вы играете в малый барабан, или я раскрылся в том, попробуйте с микрономом, и сразу поймёте, какое начнётся исключение, какое-то подлинное-то девятка, да? Раз-два, 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 как красиво мы и делаем. Левая семёрка. Но, что-то не то, надо было усложить. Дай-ка я семёрку тоже запрожу. Раз-два, 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 не хватает чего-то, не хватает сведущего. В ногах размер получился, не смейте, 63-16. Почему? Потому что девятка и семёрка сошлись только через там, это будет, энное количество атака. Но, у девятки есть родственница, тройка, и можно сделать такую фишку очень хорошую. В ногах. Но, 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 да, спасибо. Я решил кому-то отомстить, кому-то что-то доказать. Что я доказал? Это бред со стороны, который, люди вот себя в жадной, у Стаса Михайловна, в концерте, у Аллы Борисовны, и что я, а то и то и там, а то и то и там, а то и так. Нет. А вот, когда появляются такие моменты, не отказывайтесь. Потому что это чистой воды креатив. Делайте, да, сейчас, делайте кино. Получается какое-то интересное упражнение. Послушайте вот музыку твою, наверное, Филиппа Галаса. Только за музыкой. Насколько она интересна. Музика вся из группы, то есть из петель состоящего. Здесь то же самое. Я подумал, подумал, думал, ладно, это будет для разминки, а для себя, для себя я сделаю что-то попроще, и мой друг Влад Шеппинг, Влад Шеппинг, он сделал меня под это, который называется, на шаг 3. Значит, в ногах, вся сложность заключается в ногах. В ногах идет контура, такая, такая. то есть вот это вот несчастная 4 тройки, 4 тройки и 4, а в руках идет 9 и 7. Все будет достаточно гармонично, на разные минуты. Но, секвенция тоже идет 9 и 7. И получил очень интересное, очень интересная вещь, я ее назвал 5 маршин, 5 маршин, потому что главный герой это вот это это бредили, это символ времени. Потому что, кто был у нас в классе, что у нас на каждом угле, на каждом угле 10 часов. Ребята, каждую секунду делайте, делайте 3 ручки красные, черные, зеленые. На сегодня все дела. Дела, которые не последствия на этих барабанах. Красная ручка, вся инфраструктура, палки, коренки, там, панки, пик, зеленого. И отдых черным цветом. И потом, посмотрите, в конце недели в процентном соотношении. Если будет стыдно, значит, уже рост идет. Мне очень стыдно, очень часто. Потому что, хочется играть, играть лучше, но сейчас расслабляется. Попробуем сейчас сыграть, это удивительно, будет удивительно сложно удержать. Поэтому, за косяки прошу прощения, заранее. Называется «Тайм-машина». Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Но я могу еще добавить, что я другого ничего не умею Первое, другого не могу Нет, это готовить мне Обожаю Готовить, просто после барабанов просто готовить, приходить, варить плеви плеви изобретать блюда и разматривать и не испытывать мы называем скорую шутку Дело в том, что очень много сейчас что во всем мире происходит большое то есть какой-то злой многоточие взял и векторы все поменял на материальные это невысокие слова просто мы во всем видим какую-то материальную выгоду мы хотим заработать денег мы я поставлю птица ведь не говорит дочерируем все свитки на верхнем пюре 100 рублей мы так живем если восстановиться и задуматься а музыкантам птица просто не так и придет и придет ну вот вот поэтому если вы занимаетесь музыкой в данный момент времени это такой герой без сакропатуса вы должны себе сказать пойдете люди до конца чтобы не смысл пусть я знаю очень многих музыкаторов которые сбежали с этой миру в 90-е годы когда работа была на этих симфонических оркестров совершенно фантастическими люди которые не в испании им платили вообще какие-то но они оставались почему же эти бедные несчастные классики могли такие очкарики скрипачи а мы крутые рокеры такие люди которые джаз рокеры джизмены мы все побросали и пошли там бизнесом заниматься там там чем угодно им должны заработать деньги вот здесь нужно просто постоянно постоянно должен быть диалог с собой насколько насколько ты честен и поэтому когда ты честен тебе не надо запариваться тебе не надо думать что ты кого-то обманул не думаешь что тебе придут завтра хотя тоже завтра может быть там настучать по одному месту и тебе это не там все может жить в дом там сплошь и рядом но насколько ты спокойно будешь спать ну если ты занимаешься вот обмузыка да ну растешь естественно то есть тебе не что будет заработать поэтому ребята давайте возвратимся к квартолям к квартолям и возьмем сейчас не одно из грани как заниматься квартолем то есть для того чтобы для того чтобы точно оставаться вот метод квартолем да нам надо изучить акценты на акценты 16 на первую когда она у нас становится главной на вторую когда она становится главной на третью и на четвертую дальше мы берем поиграем мы берем четыре четверти по четыре шестнадцатых в первой четвертой отмечаем первую во второй четвертой отмечаем вторую в третьей соответственно третью и четвертую это один из шести вариантов начинающихся с первой поиграем 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 малый барабан но любые любые занятия на малый барабанном находе они должны быть прикладными что такое прикладной это значение является то что ты можешь и должен все что ты делаешь на моем барабане находе применить на установке разбросать это может быть соло это может быть какие-то давайте попробуем то же самое чуть чуть быстрее мы уже два такта в малой и два такта в большей спасибо окей теперь выбираем малый барабан играем два такта два 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 три Роман Сабанкевич Роман Сабанкевич Отлично Отличный пресс давай сделаем так один так как мы поиграем с датчиком как у нас происходит занятие разбирается любой я называю этот кирпич упражнение рудимент который можно сделать для тридцать нельзя так играем один брэк в томы второй брэк играем в тарелки с бочкой раз два атака любая любая какая-то синкопированная ситуация она должна она должна очень шептно разбираться не по поверхности а куда глубь взяли дальше давайте сделаем у нас первая четверть будет бочка то есть первая вторая четверть пойдет в малую третья в бочку и четвертая опять в малую давай один так играем равный а один так уже искаженный раз два три окей хорошо по два атака чтобы заканцевать раз два три потом и идем дальше первая вторая треть четвертая первая третья вторая четвертая третья первая третья вторая четвертая но это уже математика я пишу такие одним пальцем измельчина для моей руки пришел этюды которые в которые нужно попасть которые нам все пропадают вот сейчас Роман Сапрукевич который закончил и Политовку тоже легендарное училище но опять же пришел в наш класс потому что в каких-то моментах не хватило потому что когда я учился по моему по моему это была страшная база когда ты приходил и смотри все начинается в базе сейчас где-то есть я слышал у вас там какие-то очень коллективы поэтому в выборе педагога будьте внимательны потому что кто только начинает так сейчас попробуем просто поиграть теперь утюг и тюбик очень красивый он такой будет являть собой несколько фанкерских рисунков которые появились за счет смешения и каждый из них будет по 16 картин вначале чуть-чуть ровная и в в в в в Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Дальше Добавил субтитры DimaTorzok 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 вот этот этюд так и будет называться 3,3,3,3,4 все минусы абсолютно могут быть свободно если кого-то что-то интересует заходите в гости, звоните подносите плачки в окно скачаем в окно скачаем до конца Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова как мы его смотрели на примере вот этих акцентов, которые показывают, вот у меня тут хитрость, вот эти скотчки. Нет, на примере акцентов мы как-то просто это сделаем. У нас есть такие классные уже свои сделанные упражнения, уже свои такие классы, которые мы занимаемся, которые мы развиваем. Сейчас Леша сыграет соло, тема будет акценты. В середине соло будет парадигл, очень хитро разбросанный между сначала, поиграй медленно, вот сначала, прям там по два, по четырех этапов. Нет, без ножниц, поиграй медленно. Посмотрите, как обыкновенный парадигл может звучать прям в бас, и бас, бас, моего говорения, потом бас, 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 там, бас... Звучит музыка. Я немножко его взял по-другому. Вы играете парадигол. В ногах пропускайте какую-то, обязательно, какую-то структуру. Прибавляйте еще один витаминчик в нашу таблетку, которая называется комплексы. Нельзя заниматься с утра до вечера, вот там, одиночными людьми, нельзя. Нужна комплексы, координация, деление, вот там, кусочки. Вот так звучит обыкновенный парадигол. КОНЕЦ 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 Спасибо. 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 та которая называется базовая одиночные одиночные триоли квартоли двойные фаршлаги честные например попробуйте поиграть двойной фаршлаг двойной фаршлаг то есть у вас идут с правой руки правая левая правая левая правая левая правая левая правая фаршлаги фаршлаги очень классные вещи и вы посмотрите насколько хорошо у вас работают руки исключительно исключительно кисти никаких пальцев я говорю это тем не смотрите в эфирную школу в которых играют уже монстры которые прожили жизнь он может и так поиграть и так и так и как бы на Саймон Филипс фантастически вообще барамач группа тотов а просто так не попадали то есть человек играл и так и тогда он не начинает одиночными потом тройками Поэтому человек настолько легко играет, настолько контролирует, потому что, как та машина, я люблю эту дикая аналогию, так и форс-поломена. В Минске он нашел за билетом, 140, и сравнялся к велосипедным билетом. Он улыбнулся, нажал на педаль, так он, кто-то знает. Просто нужно быть настолько мощным, мощным в знаниях. Не надо, потому что есть люди, здесь много произошло за пять лет, я имею в виду на манго-играме, очень много демокодий по полутора. Я играю в команду, я не занимаюсь. Чувак молодой, ему 18 лет, он уже не занимается, он уже играет, а завтра команда не будет, и что дальше? Ты должен каждый день находить в себе силы, час заниматься с моим силой у тебя в порядке. Я сегодня поменялся с гастроли, вот вчера сами вас мочили просто как это. Я сегодня не могу играть. Просто так получилось, что нужно играть. Люди, которые, ну, не знаю, не настолько еще опытные, как я, просто во многих же ситуациях, то есть люди моего возраста, поэтому как-то я могу замаскировать какие-то там, агрейку себе. Ну, это не смысл-то заниматься. Заниматься с кистями. Просто вот эти вот плеки. Обязательно. Заниматься с плеки. Вот, там, вдоль болезнь, правда? Попроб Если мне завтра болезнь, то вдруг, в inherите н Divorosoto, то есть увеля сделка, то есть архит Year's Day. Эта идея, irreмения thì она выигрывает «рофит». Нужно идти только до моста, который через 10 километров. И эти 10 километров вам придется пройти. Если вы хотите хорошо играть. Возьмите часы и в нашем деле никто не отменял. А играть для себя покажет команды раз. А еще там накатили пеха, а, клево, друг друга похвалили. И все. Потом у нас было в детстве тоже там. А у нас ребята над улицем здесь играли. Когда это много людей валялось по колоням. И начинают там местных интенсивно говорить. Наутро слушаешь ужас это просто, что играли. Поэтому занимайтесь словами на голову. Слава богу, есть такие как педагоги, такие просто выдающиеся люди, как Макуров. Анатолий Петрович Макуров. Очень многие люди, я вам могу сказать, приходя в училище, пишут только не к Макурову. Почему? Так потому, что надо будет работать. Потому что у него сложно. Вот у него сложно. Я все время, когда писали, что-то не к Макурову. Конечно, мне хотелось пусоваться, заниматься там, уже в дорогу не дали, но не хотелось, но не хотелось. Просто пользуйтесь, пока, слава богу, дай бог, всем здоровье, пока живы такие люди, пока живы и здоровы. Потому что смотреть пиво на школу, да, во-первых, мне никто не покажет, никто не покажет. Хотите, как пусы, на нас? Вот газарчик, пожалуйста, а тут газарчик. Вот раз в месяц здесь проходь мастер-классы, как пусы, приходите. Самое главное, нужно поднять за Д, за Д выйти из дома, и прийти на мастер-класс. Все. И тогда, не смотреть видео, школа, пиво, я как-то их наблюдал, пиво, халявай, не, а тут лучше. Вот это освоение, наверное, мастер-класс. Не, 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 не пойдет, не нравится здесь, дюй, выброси. А человек всю жизнь положил. И у нас в голове даже не мелькая, а там, когда врач поправится, он там, он там, Томас Ланг, да он у него грудный, он вообще, ты не сказал, нет, это такое. И когда я с человеком просто увиделся, то вот с точки зрения человека был уилем вообще, симпатически, он говорит, да, я просто не доработаю, у меня нет желаемо стремлево играть в группе. Возможно, он там где-то дергался, на фигуре, за свой день, и грудные проекты, Но он играет настолько, а вот я вот так вот стоял и облегал вообще, как он играет. Это столько труда, столько фантастики, столько влюбленности в наш документ, который называется барабан. То есть, ну, тут мы и говорим. Во-первых, я говорю, изменять само отношение, само постановление на человеке на стойке. Мои слова, они, конечно, ничего не говорят, потому что один играет, один хочет быть крутой, это самый лучший, это самый лучший, это не надо быть лучшим, я извиняюсь, потому что другие аналогии. Инструмент это воспроизведение твоих музыкальных каких-то флюид, которые туда работают, не надо быть лучшим, просто можно иметь хорошую барабан. Я могу сказать, что деньги в Америке и вообще в мире зарабатывают не самые какие-то там типичные барабан, что зарабатывают люди со своими лучшими. Я Чарли Лобско, я могу сказать, попробуйте их играть в его движение. Я хочу сказать, он уже, этот старинный бюджет собирается в самом деле, да, если он просто не будет. Поэтому, извиняюсь за лекцию. Я хотел бы пару слов, а. Игорь, значит, ну, во-первых, с днем рождения, во-вторых, я хотел всем рассказать маленькую историю. Ну, может быть, вы знаете, вы слышали от меня, может, нет. Для меня знакомство с вашими мастер-классами началось немножко издалека. Когда вы приехали в Белгород и в Институте культуры давали мастер-класс, все музыканты города, ну или почти все, у которых в этот день должны были проходить репетиции, репетиции свои отменили. Потому что их барабанщики в большинстве своем сказали, что, извините, мы сегодня не играем, мы сегодня идем на мастер-класс. Так вот, на один день в отдельно взятом городе музыкальная индустрия остановилась, благодаря вам. Хочу пожелать, чтобы ваши мастер-классы, ваши педагогические начинания всегда производили фурор, собирали как можно больше барабанщиков, прежде всего, молодых и неопытных, которым нужно как можно раньше наставить на правильный путь, чтобы дальше они развивались в правильном направлении. Ну, собственно, сил, здоровья и многих-многих лет, чтобы вы продолжали это делать дальше. Спасибо. Это Дима, бренд-менеджер фирмы ОК Компани, который представляет шикарнейшую железо, я знаю, хорошо, что нет. И, собственно, у нас с вами когда-то был разговор о том, что вы любите маленькие хэты. Вот, собственно, маленький-маленький 10-димовый хэт. По-моему, у вас такого еще нет. У вас немножко другой серии помогут. Да, спасибо, спасибо. Но хочу тебя немножко расстроить, что ты мне про Белгера сейчас рассказал, про музыкантов, я должен... К радости проекте все бросили, точнее, но это лет 25 назад. Какие 25? Это... Мне 25! Я о другом, если бы это было 25 лет назад... Нет, я могу сказать, отличие провинции... Хороший смысл, когда провинции будет в Москве. У людей есть заинтересованность. К сожалению, ребят, надо с ним видеться. Потому что Москва, вот как купечный город, да, и юг, друг, друг. Он не всегда наплагивает. У нас на занятие происходит кусочки. Потом у нас такая апатия, она же, усталость. Тебе нет никак никуда. Ходить на какие-то мероприятия... Кто был на чем? Кто? 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 Это мало. В Москве? Нет, это мало. Денег много вилет стоит. А сколько стоит? Не знаю, вот сколько. Барабаны в офисе? Ну ты, я слышу, как бы... Как могут быть, кто свободен, как денисом. Барабаны в офисе. Барабаны в офисе. Да. Из таких высоких материй, если можно, так, на маленькой потолке скатиться буквально на две ниточки и пожелать тебе еще много-много лет здоровья. Ты очень энергичный человек. Меня зовут Амур Анатханов. Грибовый фонарин. И к Джаваду мы относимся как к своему старшему брату. И все это доказывается не только словами, но и делами, и поступками. Я, Джаваду, хочу пожелать той энергии, которая мне присутствует перед нами. И мне, чтобы он всегда был на высоте. Я очень любоподвратил этот рекрет. Новый день, когда я. Спасибо. На самом деле, не представляете, какие меня все чувства переполняют. Потому что, когда к тебе приходят и говорятся хорошие слова, пусть это, там, раз, год или раз, 50 лет. Ну, сучу-то нет. Но это приятно. Это говорит о том, что ты немножко что-то делаешь. Хотя, к сожалению, по молодости, ну, у нас, мы не всегда можем найти наставника, да, или учителя, который тебя обережет. Я вообще уехал из Дюссандо, там, в 17-19-м году. Я приехал в Москву. Я открылся, я открылся, я открылся, я открылся в Москву. Это мой любимый, мой родной город, который Дюссандо лучший в мире, не только потому, что это, ну, типа, там, Сенихолма, это, там, Трей Кирилльца, это православный центр, но потому что здесь есть люди, такие люди, с которыми я встречаюсь, которые, это мои друзья, это и группа ЛТН, которые ребята-шутинцы, но, ну, вроде не профессиональные музыканты, которые они крутят. Но вот увидели, что творится у нас на концертах, как люди поют, и сразу интересно нам зайти на наш сайт, обалденная у нас там такая музыка, поэтому приходить. И вот вообще очень-очень много друзей, очень много друзей сейчас присутствует. Сейчас мы закончим всю же тему обучательно, совсем небольшим там эпизодом, и потом я позвоню на сцену ребят, мы сыграем пять композиций. Я представлю вот людей, с которыми мы сейчас сделали проект, который называется, он назывался Игорь Джиладзеде и Белиздающие солисты, но Игорь Джиладзеде я сейчас уже отметаю, потому что я просто нашел это на тех людей, которые будут, и просто проект Белиздающие солисты. Но, и хотел бы поговорить еще раз немножко от Вартроля, то есть от Вартроля, об этих несчастных четырех ударах, четырех ударах, которые можно, на которых мы здесь переменчиваем, и которые можно заплавить. Друзья, может быть, или нет? Джиладзед, с твоим позволения, сейчас, на секундочку, скажи, я раздуй слово, постараюсь быть рады. Это у меня не всегда получается. С днем рождения тебе! Я тебя называю по праву профессор Джиладзед. И борода вдруг. На самом деле, это заслуживает. Я хочу сказать несколько слов. Во-первых, о твоей школе. Ты абсолютно заслуживаешь право преподавать, потому что очень много есть таких в Москве, не только в Москве, преподавателей, преподавателей, которым, ну, как бы, не просто, чисто по-человечески, не надо пока этим заниматься. Дело в том, что ты потенциально настолько опасен, нет, не опасен, и опасен, ты потенциально настолько глубокий музыкант, глубокий музыкант, что твои ученики, вообще, это желание и стремление быть, стать лучше, чем учитель. Есть всегда моменты для роста и так далее и тому подобное. К тебе стремиться можно, ну, очень долго и практически бесконечно, чтобы стать лучше, чем ты. Ты замечательный мастер. Я не против, спасибо. Да, Джилад. И со своей стороны, я бы хотел сказать, поделиться, мне нужно будет с тобой обязательно проконсультироваться по поводу одной вещи. Все, о чем ты говоришь и что ты преподаешь, это, без сомнения, ценно, важно, математично, душевно, и музыкально. Но, я пришел к пониманию одной вещи, в принципе, которая, ну, многим, многим, многие о ней задумываются, не задумываются, многим она просто пофиг, но, без понимания этой вещи, я почему-то пришел к такой мысли, невозможно стать маяком, вот таким, как ты, например, потому что объяснить, что ты используешься в игре двойки, тройки и так далее и тому подобное, это надводная часть айсберга. Дело в том, что даже ты сам, если тебе сейчас задать этот вопрос, как ты играешь произведение, как ты играешь соло, и я думаю, вряд ли ты будешь отвечать на этот вопрос, что в момент своей соло я считаю, там, вот здесь я тройки играю, здесь тройки, нет. Я о плове думал, о мамках, о плове, так, изображал плов жирный, да. Да. Дело в том, что на этот вопрос не смогли ответить ни Беннигерет, ни Калаюто, ни Колман, никто вменяемо на этот вопрос ответить не смог до сегодняшнего времени. Вот те люди, которые задавали этот вопрос, люди манеки, так называемые, Стив Гэтт, Калаюто и так далее, когда они спрашивали, как вы играете сложные размеры, он играл, я не знаю, я все время играю 4 четверти, даже когда он играет 125, 128, он говорит, я играю 4 четверти, я просто слышу первую тоник, Биби Кинг, но он не знает, и спросить его, какой латвый здесь играет, бибийский, 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 там, или пентатонико, да он не понимает, о чем вопрос, дело в том, что пока музыкант не придет к пониманию смысла того, что он владеет инструментом и играет то, что он слышит, а не 5, 4, 3, 5, 8 и так далее, ну, тогда он будет либо математик, либо математик, ты понимаешь, о чем я говорю, либо, ну, он не будет маяком, он не будет, почему в мире нет 128 бибий колоидов, 128 стиль гэдов и так далее и тому подобное, вот я как-то на одной из систем, в одной из сетей заикался уже о том, что буквально в ближайшее время, может, месяца, в ближайшие два-три, я осмыслю эту проблему и постараюсь ее каким-то образом изложить, но для этого мне нужно проконсультироваться еще и с тобой близко, чтобы ты мне хоть как-то ответил на вопросы, как ты играешь, как ты играешь, что ты слышишь, потому что, да, ты в момент неправильно сказал, я могу ну, хорошим музыкантом, ну, такой образованный музыкант, он может сказать, что он сыграл в данный момент, сыграть очень сложно и сказать, да, я здесь сыграл две тройки, три пятерки, восемь семерки, и так далее, и так далее, и так далее. Спасибо большое. Смотри, существует такая фишка, я безумно люблю авиацию, я безумно люблю самолет под названием «Бойнки, в нем он вмещает 525 пассажиров». Математика, да, с одной стороны, 525 судеб, 525 судеб сидят у пилота за спиной, и он не может вот по кайфу вот так вот посадить самолет, потому что кто был в кабине и сажал самолет, я очень часто, особенно во времена студии, мы выпивали, и там вы с пилотами выпивали вовремя для посадки, я просто видел, насколько это тяжело, и насколько люди сосредотачивались в момент посадки, потому что посадка у него, это и срока пилота, и насколько вы знаете, когда он садится мярко, и у него за спиной, вот я 16-17, а говоря о пятерках-семерках, я всего лишь в общем, обрисовывали контуры, изображения, и в коем случае нельзя играть и считать это названием, потому что нужно, если хотите, танцевать этими разморами, это не сложно, это, как миф запетётом, но это удобно, я говорил об удобстве, т.к. служба права в том, что очень много, очень много людей, это на уровень математики идет. Это всего лишь одна сторона. Если бы все равно, что у нас был день, постоянно день, день, день. Вот день – это математика. А ночь, когда ты обитаешь, это твоя душа, это твоя расслабление. Здесь, я думаю, должна быть золотая середина. Нельзя ничего отрагать. Просто нужно понимать, если какая-то синтопа, и ты ее уже играешь по наитию, то есть по внутреннему твоему движению, по сердцебиению, значит, ты уже вырос, тебе не нужно читать, значит, ты себя можешь покровить. То есть, играл, естественно, люди по каким-то биоритмам. Ну, когда художник, вот он им подходит, а вот, что он настоящий художник, да, он не разрешет по квадратике, знаешь, как это кинотеатр отрезает. Как у нас в концерте «Царство небесное» и Игорь Холикой. Ну, чувак решил не по квадратикам нарисовать холикой, а просто, вот как, опять, все эти, да, стабельные. И чувак нарисовал какую-то обезьяну, мы подъезжаем в цирку, огромный плакат, например, и, знаешь, у нас написано «Игорь Холков». И обезьяня «Лицо». И Вова был директор, и он говорит «У нас отменят концерты с нами». Поэтому везде должна быть сама логика, везде должно быть уважение к тем людям, с которыми ты играешь. Не надо лишний раз умничать, только. Это все делается для того, чтобы как-то вместе выросли. Потому что раз научился таким моментом, раз смещение получается, помоги басисту, помоги басисту, как только милый сегмент, только вот этот м-м-м-м, как этот инструмент. Очень милый сегмент. Мало кто вот этот, приезжал, Dave Wakell, он, Tom Kennedy. Wakell, понятно, как мегазвезда. Я весь вечер к своему стыду, я смотрел, как играть в Том Том. Это был в 2003 год, это был в Том, в мае, 10-й, 11-й. Это настолько фантастически. У человека есть база. Оба учились в Беркли, а там практически вся система такая, у нас многие учились, например, это общая фортепиано, а у них есть такие другие. Это был Владимир Роздин, мой близкий друг, фантастический музыкант. И почему он такие вопросы задает? Потому что у человека сердце перекрывает все остальные органы. Я требую за это. Спасибо. Это был Джават Заде. Игорь Всеволодович, я зовут Марик. Я хочу тебя от всей души поздравить с днем рождения. Спасибо. Как сказать? Я хочу выглядеть в 50 лет, как ты. То есть, играть на барабанах? Ну, хотя бы так. Джават, у тебя взрослый сын. Как тебе действительно. Хороший парень. Спасибо тебе за воспитание этого сына. Я знаю, ты вложил душу и не только. По-моему, все было хорошо. Спасибо. Я хотел бы выпить и сказать, так сказать, за твои человеческие качества. Музыку мы знаем только одну. И ты знаешь, и ты ее великолепно играешь. Джават, ты был у меня дома на Кавказе. Да, мы были в Назране у ребят. И то, что пишут, то, что показывают, не верьте. Просто съездите и не верьте. Просто не верьте, выбросьте телевизор или отключите антену. Джават, я льстить не буду, сказки рассказывать не буду. Я хочу тебе сказать, ты настоящий человек. Настоящий, простой таджирский парень. Повестит настоящий человек. Спасибо. Джават, мы вместе играем в коллективе ЛКМ. Поем, иногда даже играем музыку, веселимся. Часто подходят после концерта, говорят, как я только что ребятам рассказывал. Вот, нам вот это понравилось, вот это было клево, вот это было так. В общем, об ЛКМ говорят. И обязательно добавляют. Но барабанщик у вас вообще монстр. Джават, ты монстр. Просто кавказские люди любят кардан очень сильно. Двойной кардан. Джават, днем рождения у тебя. Спасибо. Счастья тебе, здоровья, твоей личной жизни. Чтобы, я не знаю, ты цвел и пах. И наш любимый тост, я сейчас скажу. Если взять самого большого верблюда, обмазать его медом, завести его в самую большую пустыню, обвалять его в песке, пусть сколько песчин к нему прилипнет, пусть только несчастье, дефлота, фидников, облома будет тому, кто посеет между тобой и твоими близкими и вот этими товарищами непонимание. С днем рождения у тебя. Спасибо. 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 Маленькая реклама, продается микрофон. И дальше, все же квартурим. Вот сейчас мы возьмем, называется тема замена, очень интересная. Если взять, к примеру, парадидо, он выглядит так, правая-левая-правая-правая, левая-правая, левая-левая. И начать замещать одну из групп, ну, к примеру, 4 удара, это 3 группы, то есть двойка, это одна группа. И по одному удару, в каждой половине парадидо, это одна группа, то есть одна группа. Вот мне сейчас Андрей, в медленном темпе, как это звучит. Давай посмотрим, назовем первую замену, к примеру, А, А1. Давай попробуем теперь сыграть. Из-за этого, почему мы начали с концерт акта, потому что это должно быть похоже на брэд, на разрушение, на разрушение этого устоявшегося грудла. Я попробую две четверти ровно, скажу, тум, 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 тум. Следующая замена, следующая будет очень сложная, кстати, фраза, потому что она играется без правил. Уже можно четырех, 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 четырех. Окей, вот так заменяли, написали такой небольшой рефератик, работку, написал, то есть замену А, это замену биологи, которая начинает с левой руки. Также замену такой с правой. И Леша, когда уехал, напоминет его себе в курс, привозит работу на трех, он такой, в лифте-то, он говорит, вот, Игорь, я взял, смикшировал. Он сделал настолько потрясающие миксы, которые, реально, если вы хотите заняться ногой, если вы хотите заняться ногой в артольном метре, придите в класс, я вам серокопирую обязательно эту вещь. Вот сейчас на основе Лешина измышлений, в хорошем смысле этого слова, сейчас мы посмотрим всего лишь три варианта. Лешина измышлений, в хорошем смысле этого слова, сейчас мы посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok 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 я попытался найти аккомпанемент какой-то простой, но не получился пришлось поиграть вот в следующее упражнение вы услышите, что произведение очень простое и там возможно, вообще не будет давайте посмотрим называется Дай девятнадцать Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Спасибо! Добро пожаловать! Добро пожаловать на наш канал! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok